Развитие здравоохранения и мерах поддержки населения, говорили участники недавно прошедшего в Одинцове круглого стола. Социальная сфера всегда в приоритете. Инвалиды, дети-сироты, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные, основные категории, нуждающиеся в поддержке. Предварительно, уже когда мы приглашали на такое мероприятие, оно носит даже такой несколько неформальный характер для того, чтобы люди действительно могли до нас донести информацию о том, что наболело. Те представители, мы сюда пригласили наших основных групп социально незащищенных слоев, для того, чтобы они нам сказали, высказали какие-то свои проекты, потому что у них у каждого есть уже, безусловно, наработанные темы, которые не дорабатываются в том или ином ключе. С 2011 года Одинцовским управлением было выдано почти 10 тысяч сертификатов. Из них только 2300 семей ими воспользовались, а это четвертая часть. Теперь после рождения в 2020 году ребенком можно его обналичить, что будет материальным подспорьем семье. Также обсудили денежные выплаты для беременных кормящих. Средства материнского капитала, регионального материнского капитала с января 2020 года можно будет направить, как уже сказала выше Елена Геннадьевна, не только на улучшение жилищных условий или, например, на получение образования ребенка, но и без определенной конкретной цели. То есть 50 тысяч рублей можно будет получить в 2020 году и 50 тысяч рублей можно будет получить в 2021 году, при условии, что с января 2020 года родился третий ребенок. Не обошлись стороной вопросы здравоохранения. В регионе полным ходом идет создание полноценного медицинского кластера. Уже прошла реорганизация, теперь в планах формирования особого индивидуального подхода к каждому пациенту. Участие в разработке нового стандарта «Я врач». И для таких проектов также необходима обратная связь. Я, вы знаете, когда работал в нашем городском округе, до, так скажем, до моего ухода в райминский городской округ, я даже сам был членом общественной палаты, я понимаю, что это именно маркер. То есть мы можем в своем вакууме думать, что у нас все хорошо, без связи там с общественностью, с населением. Поэтому главное, что мы делали и в Перхушке, когда я работал, и в райминском, это общение с жителями, общение с общественными организациями. Те, кто могут именно сказать нам, в чем наша проблема, давать нам, скажем, маркеры, зажигать флажки, чтобы мы на это реагировали. Круглый стол завершился, участники обменялись предложениями и проектами и решили встречаться каждый месяц в течение года. Такая чистота встреч позволит исключить затягивание решения многих задач в округе. Жанна Набок, Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».